Всем привет! Меня зовут Анни, я представляю CCN, консорциум ведущих вузов Китая. О нем информацию вы сможете посмотреть в одном из наших роликов. Ссылку оставлю либо здесь, либо в описании внизу. А сегодня мы поговорим об e-commerce. Что это такое? Кто является мировым лидером на международном рынке e-commerce? Какие есть у вас карьерные возможности в этой сфере? Узнаем детали про уникальную программу, которая разработана CCN и Alibaba Get, включающую диплом бакалавра, грант, трудоустройство, стажировку и многое-многое другое. Интересно? Тогда вставайся с вами. Итак, e-commerce. Мы провели опрос среди наших абитуриентов и было обнаружено, что порядка 70% вообще не знают, что означает слово e-commerce. Шейм! Электронная коммерция, электронная торговля, иногда еще называют интернет-торговлей. Все это целая сфера экономики. Сюда входят все финансовые, торговые и связанные с ними бизнес-операции, которые проводятся через интернет. Например, мобайл и онлайн-торговля, мобайл и онлайн-банкинг, электронное движение капитала, в том числе краудфандинг, электронный обмен данными, управление цепочками поставок, интернет-маркетинг, онлайн-обработка транзакций, система управления запасами и автоматизированная система сбора данных и многое-многое другое. Электронная коммерция – это не новая отрасль, технически говоря, но она создает новые экономические и бизнес-модели. Онлайн-шоппинг в интернет-магазинах оказал значительное положительное влияние на сообщество потребителей во всем мире. Теперь у нас, у покупателей, намного больше полномочий, чем когда-либо прежде. Больше выбор продукции по более низким ценам, чем в местных магазинах. Мы можем покупать товары и услуги в любой точке мира и оплачивать их за пару кликов. Наши отзывы и предложения влияют на решение производителей и то, каким товар или услуга могут быть завтра. Для бизнеса, особенно малого и среднего, также появилось множество возможностей – увеличение доходов, сокращение затрат, более эффективная логистика и управление цепочками поставок, а также выход на мировые рынки. Только представьте, хозяин небольшой яблочной фермы в Вашингтоне, которая раньше использовала только традиционные способы продажи, публикует информацию о своей продукции на сайте китайского интернет-магазина Taobao, после чего автоматически становится глобальным бизнесменом с выходом на более широкий потребительский рынок Азии, где численность среднего класса Китая чуть ли не больше, чем все население США. И это только один из примеров. Раз уж мы имеем теперь некоторое представление о том, что такое электронная коммерция, давайте теперь посмотрим на лидерах в одном из ее направлений – интернет-торговля. Для этого нам потребуется вспомнить самых основных игроков в этой области и сравнить их по одному очень важному показателю, называется Gross Merchandise Value, или общий объем товара оборота. Вспомним самые основные компании – eBay, Amazon и Alibaba Group. GMV у Амазона – 145 миллиардов долларов. Общий товарооборот в интернет-площадке Alibaba Group составил 465 миллиардов долларов. Ну, вы понимаете, да? Просто явное лидерство. Еще немного фактов. Доля Китая в международной электронной коммерции в 2016 году составила почти что 40%. И в том же году было установлено, что практически половина населения этой страны – интернет-пользователи. 65% из них совершают покупки онлайн. Взрывной рост электронной коммерции в Китае стал возможен благодаря экспансии таких интернет-площадок, как Таобао, Алиэкспресс, Тимол, которыми управляет Alibaba Group. А также за счет JD.com, который поддерживает Tencent. Знаете, у нас есть такой большой день распродажи, который проходит раз в году. Называется Black Friday или Черная Пятница. Это безумие! Нет, это спорта! Наверное, знаете. Точно. У Китая есть похожая штука, она называется Double Eleven. Называется она так, потому что проходит в день холостяка 11 ноября. В этом году, через 2 минуты после старта продаж, торговцы смогли продать товары на миллиард долларов. А итоговая сумма, итоговая выручка за этот день составила 25 миллиардов долларов за один день. Вот это мощь! Ну и раз уж мы заговорили о продажах, то должна сказать, что в 2015 году 60% всех продаж на Алиэкспресс пришлось на Россию. Поэтому глава Alibaba Groups, Джек Ма, его основатель, заявил, что собирается увеличить количество сотрудников в российском офисе с 50 до 5000. При этом Alibaba собирается создать 112 миллионов рабочих мест только в Китае. А если говорить про логистику, то для того, чтобы первый клиент получил свой заказ, сделанный на Double Eleven, ушло всего 13 минут. Доставка товара из Гуанчжоу в Пекин, расстояние примерно как от Москвы до Владикавказа, занимает всего 2-3 дня. И расходы на доставку редко превышают пару баксов. Вообще она чаще всего бесплатна для покупателей. Ну ладно, ладно, я, наверное, перегрузила вас информацией по поводу электронной коммерции в Китае, но вы же понимаете, к чему я веду. Электронная коммерция – это реально востребованное и перспективное направление, которое динамично развивается, где нужны передовые знания и навыки, которые можно получить именно в Китае. Почему? Да потому что это лидер в электронной коммерции, а именно Alibaba Group. Это компания, у которой можно и нужно учиться. Тем более образование в Китае сейчас занимает лидирующие позиции в мировых рейтингах и набирает все большую популярность. Кстати, видео об этом вы можете посмотреть вот здесь по ссылочке или внизу в описании. Вы все равно можете подумать, какое я имею к этому отношение. Вы, скорее всего, студент, либо будущий студент, который интересуется экономикой, международной экономикой, торговлей, международной торговлей, бизнесом, менеджментом или маркетингом и подобными направлениями. А может быть, у вас просто предпринимательская жилка внутри, и вы хотите открыть свое дело. Я вижу как минимум четыре варианта развития событий в данной сфере. Получив актуальные знания и навыки в этой области, вы сможете стать топ-менеджером с высокой зарплатой и перспективой. Согласна, высокая зарплата звучит как-то уже прям рекламно. Я сама часто натыкалась на эти маркетинговые штампы. Давайте перейдем к фактам. Одно очень крупное рекрутинговое агентство международное, называется HACE. Оно провело исследование, в котором участвовало порядка 200 руководителей e-commerce в западных или российских компаниях. Они обнаружили следующий профиль. Почти половина из них работает в зарубежных или международных проектах. Больше половины из них занимает позицию руководитель e-commerce. При этом у третьих опыт работы составляет всего 3-5 лет. Практически у 75% зарплаты колеблется от 200 до 420 тысяч рублей в месяц. При этом 85% респондентов ожидают роста заработной платы в следующем году на 5-20%. То есть реально вы сможете стать руководителем e-commerce, проработав всего 3-4 года в среднем, с заработной платой порядка 250 тысяч рублей в месяц, не считая бонусы. Нет, по-моему неплохо. А вы как думаете? Ну погодите, для открытия бизнеса нужны капиталы, и это так далеко впереди. Еще учеба и так далее. Это все меня сейчас не касается. Хочу поделиться с вами видеозаписью. Что посетили командой инкубатора Либабы в университете Ханжу. Мы остались удивлены тем, что тут ребята молодые делают по 150 миллионов юаней. На секундочку, это 1,5 миллиарда рублей. Оборот за 8-9 месяцев, 12 месяцев. Вот там парень стоит сейчас по району. И у него как раз оборот за 8 месяцев 1,5 миллиарда рублей. Там парень подает еду, у него ворот, не соврать, почти 60 миллионов рублей в месяц. И этим парням, одному 23, второму 22, почему это очень молодые ребята, которые уже зарабатывают. Они сидят скромно, посмотрите, как скромно они сидят. Никаких кабинетов, никаких шикарных столов, стульев, дубовых, вместе со всеми, вместе со своими командами. И спокойно делают бизнес. Вот у кого стоит учиться. И это все e-commerce. Поэтому, возможно, стоит приглянуться молодым ребятам, кто поступает в университет сейчас, на эту специальность. E-commerce можно делать денег. Может быть, я чем-то не тем занимаюсь? Это же ведь не шутки, это правда. Студенты 20-25 лет в этом небольшом бизнес-инкубаторе прошли отбор. Отбор был основан на одном основном показателе. Нужно на своих проектах зарабатывать не меньше 500 миллионов рублей в год эти ребята зарабатывают, чтобы просто находиться в этом помещении, получать поддержку финансовую и прочую от Алибаба, теоретическую, чтобы приходили наставники, бизнесмены, менторы и помогали им преувеличивать свои доходы. Предположим, у вас уже есть бизнес. Вы подсуетились в какой-то момент, что-то сделали. У вас уже есть какая-то небольшая выручка. Что теперь с этим делать? Ну, как насчет того, чтобы масштабироваться? Глобализация же. Как насчет того, чтобы выйти на потребительские рынки Азии? Это же большая возможность. Только вот единственная проблема. Для того, чтобы выйти на рынок Китая, вам нужно знать китайский язык, менталитет, бизнес и потребности этих ребят. Эти знания будут ключиком к сейфу, где лежит этот большой кусок пирога. Кусок рынка. Электронная коммерция пока что слабо развита в России. И об этом говорил, кстати, Джек Ма, основатель Альбаба-групп, который приезжал в Россию несколько раз, чтобы пообщаться с представителями власти, чиновниками и студентами МГУ. Россия страна с гигантской территорией. Поэтому так тяжело доставлять товары и продукты. Я даже представить себе не могу. Я на самом деле встречался с русскими девушками пару лет назад и спрашивала их, пользуетесь ли в Алиэкспресс? Они сказали, да. Я их спросил, насколько быстро вы получаете посылки? Они сказали, здорово, очень быстро. Всего лишь 45 дней нужно ждать. В России должна быть создана современная система логистики, которая бы могла справляться с доставкой товаров за 48 часов или за 72 часа. В любой регион России мы заказываете онлайн и в течение трех суток вы должны это получить. И здесь для вас кроется возможность, для вас, молодежь России. Часто говорят, ну в России очень развита интернет-торговля. Я вам вот что скажу. Интернет-торговля на сегодняшний день в России вот такого размера. Это маленький беспомощный младенец и даже еще меньше. Ваша электронная коммерция меньше, чем 1% от розничной торговли в России. То, как в Китае обстояли дела 12 лет назад, здесь тоже кроется огромная возможность. Но не ждите, пока монополии начнут этим заниматься, пока государственные компании начнут этим заниматься. Не ждите, пока разобьется логистика или банковская система. Вы должны начать этим заниматься до того, как все готово. Если все уже готово, вы-то зачем? Если все готово, все работает, то тогда и шанса у вас уже не будет. А поскольку все в зачаточном состоянии, именно здесь у вас появляется шанс. Но будьте готовы к тому, что по работе придется напряженно. Ну хорошо, возможности есть, пути есть, но все это бла-бла-бла. Как мы можем вам помочь? Как мы можем приблизить все это к реальности? Сейчас расскажу. Дорогие друзья, все начинается с образования. Где можно получить передовые навыки и знания по данному направлению? Мы совместно с Alibaba Get и ведущими университетами Китая, которые входят в состав нашего консорциума, разработали специальную уникальную программу Study and Practice e-commerce. Название говорит само за себя. Вообще я люблю называть программу сэндвич. Сейчас объясню почему. Итак, разберем наш сэндвич. Первая база это foundation, то есть предвузовская подготовка по китайскому языку и предметам, по направлению бизнес. Здесь вы получите все необходимые знания, чтобы уже перейти на стадию бакалавриата к нашей начинке. Если вам интересно больше узнать про FPCN, то, пожалуйста, перейдите по ссылочке, либо здесь, либо вот в описании. А начинка очень вкусная, между прочим. Туда входит два года получения необходимых знаний и теорий по вашему направлению, а уже третий год бакалавриата вы потратите на прохождение стажировки. Никакого обучения в классе. Вы проходите реальную стажировку, по окончанию которой вы пишете проектную работу и получаете сертификат от Alibaba Get. Сертификат это, кстати, можно будет потом использовать при поиске работы, что это очень важное дополнение, что вас рекомендует сама Alibaba, лидер по электронной коммерции. Еще добавим немножечко соуса в виде гранта. Давайте сразу будем понимать, что грант касается только бакалавриата. Для предвузовской подготовки грантов у нас нет и не будет, потому что мы говорим с вами об инвестициях в ваше образование, и это образование не где-нибудь, а за рубежом. И последняя наша верхняя булочка это последний год бакалавриата, где вы уже закрепляете все ваши знания и навыки, полученные во время изучения теории и прохождения практики, а также пишете дипломную работу. А картошечка будет уже зависеть от того, как вы завершили курс обучения и, конечно, от уровня вашего сертификата Alibaba Get. У вас в любом случае будет возможность получить один из трех видов грантов. Начиная от самого полного гранта правительства КНР, который покрывает стоимостью и затраты на ваше обучение, проживание и даже включает ежемесячную стипендию. Так и просто гранты, включающие в себя только обучение бесплатное. Какой грант вы сможете получить, зависит только от вас, вашей успеваемости, но за остальными подробностями, пожалуйста, обращайтесь к экспедиции. Вы можете быть экспертом по образованию в Китае, пройдя по ссылочке внизу и оставив заявку. Все консультации бесплатны, если что. Также вы у них можете уточнять стоимость и требования для поступления. И еще раз проговорим, какие же есть ключевые особенности у Study and Practice и Commerce Program. Вы будете уверенно знать китайский язык после прохождения интенсивной программы предвозгоподготовки IFPCCN. Второе – это уникальная комплексная программа обучения, лучшим практикам и трендам от лидеров e-commerce. Год стажировки под менторством преподавателей-бизнесменов, который входит в программу бакалавриата. Доступ к крупнейшим рынкам Азии. Возможность создать свой проект и получить стартовый капитал от Alibaba Group. Вы можете стать лучшим и получить грант на все 4 года обучения на бакалавриате. От полного покрытия до покрытия вашей стоимости обучения. Скажите, что вы думаете на этот счет? Интересна ли вам эта программа? Была ли в этом ролике для вас новая или полезная информация? Пишите ваши ответы в комментарии, а я на этом закругляюсь. Мне кажется, я и так загрузила вас информацией по полной. Если у вас все-таки остаются какие-то вопросы или сомнения, или вам нужно узнать больше деталей, пожалуйста, не стесняйтесь, оставляйте заявочки у нас по ссылке в описании. Наши эксперты обязательно с вами свяжутся удобным способом, который вы отметите. Благодарю вас за внимание, за то, что вы посмотрели этот ролик. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь, изучайте еще и следуйте наш канал. И мы, конечно же, скоро вернемся к вам с новыми программами, с новыми новостями. А пока, до встречи!